Село Заокское давно славится молочной продукцией. Сыр, творог и то же самое молоко привозили как в Рязань, так и в другие города. Но с этой недели производство почти встало. В селе отключили газ. Конечно, тяжеловато. У кого дети. Взрослые-то мы сойдем. Мы наварили и микроволновки разгорели. А так у нас, конечно, еще и работа молоко. У нас проблема молоко. Не на чем ставить. Кто заранее приготовили на микроволновке? Если уж свет отключить, тогда уже все. А так вроде ничего. Еще в июне в 26 населенных пунктах Рязанской области повесили объявление, в какие сроки газ будет отключен. Писали и причину работы на Гавриловское ЛП ОМГ по очистке от механических примесей газопровода. Жители говорят, что отнеслись с пониманием. Без газа, говорят, тяжело, но справляются. У нас есть еще баллоны. Доширак купили. Доширак завариваем. Электрические чайники. Как-то выходим из положения. Ну, конечно, тяжело. Дети маленькие. Тоже надо сочувствовать этим. Ну, желательно бы, чтобы не отключали. Покупаем баллоны. То есть, есть газовые плиты, которые заранее куплены. То есть, они у нас стоят. И ими пользуемся. Для Рязани такое явление в новинку, когда сразу в 26 населенных пунктах отключают газ. Притом на неделю, когда по нормативам положено всего на 4 часа в месяц. В договорах, которые есть у вас, есть ссылка на правила представления коммунальных услуг. И вот в данном случае в этих правилах содержится приложение номер один, которое указывает, какая максимальная продолжительность перебоя и снабжения газа может быть при предоставлении в течение года. В частности, здесь указано, что 4 часа суммарно в течение месяца может быть отключение газа. Ну, всякие бывают ситуации аварийной, профилактической работы. Если же в данном случае превышение вот этих норм, то вы, как потребитель, вправе требовать перерасчета. Опять-таки, ссылаясь на приложение номер один, правил предоставления коммунальных услуг. Главом же поселения объявили, что работы по очистке газопровода могут закончиться раньше. Когда нас отключали, мне была такая большая просьба, чтобы подключение нам было в первую очередь, так сказать, на наших жителей селу Заоковское коротство, подключили газу. Обещали помочь, потому что, я вот уж не помню, то ли год назад, то ли два года назад тоже у нас было отключение. Ну, и какие-то два дня потом подключили, и все. А так жители, конечно, они просто, что они волнуются? Они, у них звонки, вот именно, а вдруг, может быть, пораньше. И они опять волнуются не из-за того, что там еды-то все наготовили, а то, что вот молоко. Дело связано с молоком и с молочной продукцией. Если жителям поселков приходится доставать старые добрые газовые баллоны, то еще сложнее тем, кто живет в многоквартирных домах. Здесь все иначе. Покупают и новые электрические приборы, и портативные конфорки. Все, чтобы продержаться это время. Подобное отключение повторится еще в августе. Будет оно на пять дней. Об этом также говорится в объявлении. В данном случае есть, в том числе, и управление Роспотребнадзора, которое курирует данную сферу, и государственная жилищная инспекция Рязанской области. Две организации, которые имеют право контролировать исполнение закона о защите прав потребителей при оказании коммунальных услуг, вправе вмешаться в данную ситуацию и, думаю, повлиять на ее улучшение в пользу потребителей. Валерий Седов, Игорь Глотов, Данил Пилипенко. Телекомпания «Город».